Да, не обязательно. Так, всё, вижу, запись пошла. Ну что, всем ещё раз доброе утро! Сегодня собрались самые красивые, самые любознательные у нас женщины. И обязательно ещё посмотрят. Я уверена, эта тема будет интересовать ещё многих-многих женщин, наверное, во все поколения. Красивыми женщины хотят быть в разном возрасте, будь то 20, 30, 60 лет. Мы все хотим сохранять молодость. Но даётся оно нам всем разными усилиями. Но та тема, о которой мы сегодня поговорим, в целом она будет актуальна для девушек разного возраста. Просто для каждого возраста у нас ещё будут свои секретики, о которых мы тоже сегодня поговорим, об особенностях. Если говорить о базе-базе, что это за выражение такой завтрак красивой женщины, что я подразумевала под ним? То есть в первую очередь в таком завтраке должны быть у нас источники для построения белка, для построения мышц и половых гормонов. То есть наша красота – это мышечный каркас, это упругость кожи, это насыщенная, напитанная кожа, защищённая антиоксидантами. И всё это мы можем достичь и разными путями. Собственно, из этого у нас вытекает, что завтрак красивой женщины должен быть белково-жировой. Белок у нас источник построения мышц, мышечного скелета, мышечного каркаса. И чем старше мы становимся, тем потребность в белке у нас должна быть на первом месте. Плюс ещё, если мы себя поддерживаем спортом, тогда у нас не будет замещения жировой ткани мышечной. То есть мы будем поддерживать не только, давать строительный материал, но ещё и строить эти мышцы. Поэтому это очень важно. Не стоит уходить в монодиеты, во фруктовые очень долгие диеты, в крупные какие-нибудь диеты, в смузи диеты. То есть себя от белка, какой бы он ни был, растительный или животный, ограничивать. Не то, что ограничивать, лишать себя белка нельзя, потому что это основа нашего здоровья и красоты. А для чего тогда нужны жиры? Да, может возникнуть такой вопрос, если избыток жира это холестерин, жир это жир в накоплениях. Но тот жир, о котором говорить будем мы и об источниках, о котором мы сегодня поговорим, он нам нужен как субстрат для построения половых гормонов. Собственно, тестостерона, эстрогенов, эстрадиола. Потому что именно женские половые гормоны поддерживают нашу вот такую вот моложавость, такое вот яблочко. И, собственно, женщины замечают, что с возрастом, когда угасает деятельность яичников, которые производят половые гормоны, да, прям на лице видно, появляются морщинки, появляется, да, вот такая вот кожа истончается. В общем, тем более в зрелом возрасте, да, то есть особенно эта женщина касается там от 30 и выше, тоже, пожалуйста, не лишайте себя полезных источников жиров, потому что надо-надо поддерживать, нельзя себя лишать этого субстрата. Вот, зачем нужны белки и жиры мы разобрались, откуда их взять, да, как их в тарелочке нам распознать, что для чего надо. В конце этого эфира я обязательно сброшу в чат прям конструктор завтрака идеальной женщины, где будет три столбика за белки, жиры и углеводы, и мы прям как конструктор можем для себя, собственно, из содержимого своего холодильника, каждая девочка, женщина сможет построить свой идеальный завтрак. Ну, каким его можно представить? Яйцам. Идеальный продукт для завтрака, потому что в нем есть и белок, в нем есть и жиры, да, в желточке. Стоит его только разнообразить салатом зеленым и листовой зеленью, вот вам антиоксидант, приправить его маслом, да, оливковым, холодного отжима, присыпать кунжутными семечками, и вот он завтрак красивой женщины номер один готов. Что можно еще с этого конструктора сложить? Традиционно. Я, когда объявляю тему, я думаю, ну вот если человек не пришел на эфир, ну наверняка он может забить это в гугл и подумать, да? Я прям так и забиваю в гугле. Сегодня утром. Завтрак красивой женщины. Что он мне выдает, как вы думаете? Он мне выдал картинки круассанов шоколадных. Он мне выдал мёсли на молоке. Вот. В общем, вот какие-то такие варианты. Они, но там были красивые женщины. Но надо понимать, что красивый завтрак, не всегда его содержимое, может привести вот к этой красивой женщине на тарелочке. Поэтому, конечно, красивая сервировка вызывает аппетит. Это точно, однозначно, особенно для женщин, которые жалуются на отсутствие аппетита. Красивая сервировка, цветы не могут возбудить аппетит и побудить вас к употреблению вкусного и полезного завтрака. Если мы говорим о традиционных вариантах, что в основном мы, какая у нас ассоциация с словом «завтрак» – каши. Любой завтрак, мы можем сказать, что это каша. Будь то садик, школа нам предлагает каши. Как из обычной каши можно сделать кашу красивой женщины. Немножечко добавить в нее буквально чайную ложечку масла сливочного или масла ки, например. Даже можно сварить ее на молоке. Добавить в нее, если мы сейчас про летний сезон говорить, прям щедро орешков. Это будет у нас жировая тоже часть. И, например, в ягоды, земляника, голубика, черника. В общем, всем, чем сейчас нас радуют прилавки на рынке, пожалуйста, щедро добавляйте в свои кашки. Вариант красивой женщины в осень. Это может быть каша с тыквой, например. И с тыквенными семечками, да. То есть, казалось бы, та же каша, но, пожалуйста, тут тебе антиоксиданты, тут тебе каротиноиды, тут же тебе и жиры. Ну, традиционно ППшный завтрак, тост с авокадо и красной рыбкой, конечно, это не обсуждается. Это действительно и красиво, и ценно, и полезно, но очень дорого, да, мы можем сказать. Но вот по этому конструктору, вы можете понять, не всегда полноценный завтрак равно дорого. Не всегда полезно равно дорого. Мы можем из обычных наших привычных продуктов сделать полезный и полноценный. Поэтому обязательно, да, это листовая зелень должна присутствовать, овощи, фрукты, яйца, каши. В общем, всё то, к чему мы привыкли. Ну, хорошо, мы дали субстрат своему организму. Если мы говорим про девочку в 20-25-30 лет, да, хорошо, она способна всё усвоить, всё расщепить. У неё там любой источник белка расщепился на аминокислоты. Организм из него прекрасно построил коллаген, половые гормоны. Ну, уже в 35 плюс, 40 плюс, там уже вступают немножко другие процессы у нас в организме. Там уже сама способность организма расщеплять. И, ну, понятно, что желудочно-кишечные истории могут мешаться, так как с возрастом действительно снижается кислотность желудка, снижается активность поджелудочной железы, снижается моторика кишечника. И организм теряет способность полноценно и 100% всё усваивать. Или, например, тот же самый коллаген, да. Хорошо, мы всё расщепили, усвоили, но сама способность организма из аминокислот свой коллаген создать, она становится гораздо-гораздо ниже. Поэтому тут, конечно, нам на помощь могут прийти истории о добавок из Siberian Wellness, которые действительно в возрасте 35 плюс, я бы обязательно бы включала в завтрак красивые женщины. Что можно из них, например, предложить? Можно натощак предложить коллаген. То есть это уже готовые пептиды, расщеплённые пептиды, которые женщина может принять до завтрака. Тут интересный момент, который не раз сталкивалось. На пачке написано, что коллаген употреблять во время еды. Но часто нутрициологи говорят употреблять натощак. А в чём разница, а почему так? Вот сегодня будет у нас отличный повод, наверное, ответить всем на этот вопрос. Если после приёма коллагена натощак вы себя хорошо чувствуете, вы не чувствуете тяжесть, какие-то неприятные ощущения в ЖКТ, значит, всё в порядке. Вы можете принимать его натощак. Действительно, натощак усвоение его будет лучше. Но если мы принимаем коллаген во время еды, извините, он у нас будет организмом считываться как часть белкового завтрака, скажем так. Но тогда вы не будете чувствовать какой-то дискомфорт. Поэтому попробуйте натощак. Если хорошо переносится, нет ощущения такого кирпича или булыжника в желудке, то это будет лучше. Он сразу пойдёт у нас как субстрат на построение соединительной ткани, коллагена, каркаса кожи. В общем, на все эти цели и нужды пойдёт. Если результат, там, пьём месяц, два, три, четыре, пять и не видим результата, тогда это повод задуматься, всё ли у нас хорошо с желудочно-кишечным трактом, действительно ли он у нас идёт на построение каркаса, а не идёт на какие-то внутренние нужды. Тут надо просто сдать анализ на общий белок и посмотреть. Если ниже 75, ну извините, тогда тут коллаген у нас выступает в роли строительного материала далеко. Да ещё до кожи он не дошёл, потому что кожа, волосы, ногти – это не органы первой необходимости для организма. У него есть ещё масса, да, скажем так, конечных пунктов, куда он может его направить, в том числе и внутренние выстилки сосудов, ткани, органы, в общем, куда угодно можно направить. Если мы там, всё у нас хорошо, то, естественно, мы будем при приёме коллагена видеть результат на коже на лице. Важный приём, момент с коллагеном. Что ещё можно в ладошку добавить изнутри цептика, к завтраку красивой женщины, мой любимый Beauty Sense, либо более его бюджетный вариант Beauty Box. Я бы, наверное, меняла бы их. Например, два месяца-месяц пьём Beauty Sense, через два-три месяца Beauty Box, то есть вот так периодически, циклично, в течение года пропивать. Почему именно такой выбор? Да потому что там те же самые у нас антиоксиданты, а в Beauty Sense просто всё это в натуральной форме, в Beauty Box и синтетика. Синтетика также работает, как и натуральной, просто надо её больше и чаще, чтобы мы бы видели результат. Beauty Sense, всё натуральное, мы будем видеть это значительно быстрее, результат на лице, да, скажем так. Опять же, возвращаемся, там у нас экстракт оливы, да, вспоминаем, что это у нас опять же про жир и история, там же у нас ликопин, вспоминаем историю про антиоксиданты, ягоды и овощи, там у нас вставе аналоги женских половых гормонов, которые у нас и после 35 уже могут, да, так активно не вырабатываться яичниками, у кого-то вот это 35+, будет у кого-то 45+, тут уже надо индивидуально смотреть по анализам, кто на какой стадии, да, сейчас находится. В общем, это все-все те кирпичики, о которых мы вот проговорили в завтраке, в общем, мы можем там очень большой и красивый состав, и он действительно закрывает все потребности для сияющей кожи, для отличного настроения, для высокого либидо, потому что, да, без него никуда, чтобы глазки горели, потому что красота это не только наша внешность, это наша внутренняя энергия, состояние души, да, скажем так. Вот, у нас есть еще немножечко времени, если у кого-то остались вопросы, я с удовольствием на них отвечу. У нас сколько сегодня красивых женщин присоединилась, я вот прям с удовольствием смотрю. Никакого секрета ведьмы нет, да, правда. Все очень просто. Так. Если вдруг в течение дня появятся вопросы, пожалуйста, я сегодня могу покурировать чат, поотвечать на вопросики, вот, если какие-то вопросы вдруг появятся. После эфира обязательно скину ссылочки, да, на нутрицептики, которые мы сегодня поговорили, я обещанный конструктор здоровья. Рита, большое спасибо, все было понятно, я все записала. Единственное, что хотела спросить, если, ну, отлично от меня вопрос, я куриный белок не ем, заменяю на перепелиные яйца. У меня вопрос, сколько можно за один раз перепелиных яиц, как они, не знаешь, как их конвертировать в куриные? Как их куриные конвертировать? Я знаю, что вес куриного яйца в среднем, С2, примерно 60 грамм. Перепелиные, ну, наверное, грамм 10, да, наверное, не больше. 15-10, наверное, да. Ну, оно прям очень легкое, по ощущениям. Ну, да, наверное, 5-6, я так думаю, можно смело. Ну, на самом деле, надо тут понять баланс, а что еще в течение дня мы употребляем, какой у нас обед, какой у нас ужин. Есть прекрасное приложение, мой здоровый рацион, FAT Secret, то есть это такие калькуляторы. Можно прям недельку повести и посмотреть, сколько мы добираем белка, сколько жира, углеводов. Там все автоматически рассчитывается, вводите свой возраст, вес, тип активности и вам прям все выдает, выдает. Можно прям потестировать, потому что очень часто говорят, надо кушать достаточно белка, надо кушать достаточно жира. И возникает вопрос, достаточно это сколько, да. Есть разные системы измерения, не только взвешивания, есть система порций, есть гарвардская тарелка, да, когда мы зрительно. Вот, но самый точный, конечно, это будет подсчет, но недельку достаточно будет, чтобы понять свою норму. Рита, можно попрошу ссылочку в наш чат вот на это замечательное приложение? Конечно, конечно, скину. Благодарю. Ну что, вопросов в чате я сейчас посмотрю, есть ли вопросы. Ага, 4, 5, СМЕМ, 4, Доброе утро. Доброе, Катерина. Маргарита, у меня вопрос про протеин. Это же тоже белок. Это другой белок по сравнению с коллагеном. Можно вот про него немножко тоже сказать? И когда нужно его принимать тогда в каких случаях? Он же тоже полезен. Он на самом деле полезен. Если мы говорим про протеин, то это источник животного белка. Его организму еще нужно тоже расщепить на аминокислоты, чтобы построить какую-то задачу решить. А коллаген это уже пептиды, это уже расщепленные. То есть они у нас быстрее всосутся, быстрее пойдут на нужды. И что касается нужно ли протеин или нет, опять-таки это можно выяснить через вот такие вот калькуляторы приложений. Какой-то день у меня бывает, что у меня прям отличный завтрак, суперский обед, прекрасный ужин. У меня в принципе смотрю там все белком заполнено зелененьким. Я понимаю, что в этот день мне как бы и некуда протеин. И нет потребности. А какой-то день, например, если у меня на ходу набегу, нет нормального, например, обеда. Или супчик на обед. Вот супчики на обед это очень коварная история. Нам все говорят, надо первое на обед кушать. Но если оттуда всю жидкую часть убрать, то там мяско-то получается с ноготок, картошечки какой-то и какой-то овощной части очень мало. Вот после супчика очень быстро захочется кушать. Я бы, наверное, на протеин часов 4-5 в этом случае добавила. То есть тут надо смотреть на конкретный баланс. Если человек занимается спортом, у него повышенная потребность белки в белке не 0,8-1 грамма, а там 1,5-2 грамма может белка доходить. Естественно, он не может такие порции физически осилить, потому что мы не можем и в форме остаться, и в колораже остаться. Тогда нам на помощь приходят протеины на спортпит как источник низкокалорийного белка. Ответила? На вопросик. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Так, Рита, ну что, мы завершаем? Да, если вдруг вопросики останутся, пишите в чат. Рита, благодарю тебя, огромное спасибо. Всем хочется быть красивыми, всем хочется правильно кушать, но всегда много вопросов и мало времени, как правило, особенно с утра. Поэтому какие-то вот такие простые вещи, которые ты сказала, да, что взять в холодильнике было бы классно сейчас. Вот то, что ты предложила конструктор, мы ждем. Огромное спасибо, всем желаю красоты, здоровья и правильных завтраков. А мы с вами увидимся через недельку. Хорошего дня. Пока-пока. Пока.